Начать трансляцию. Пошло. Live. Всё. Представляю команды и нас. Давай. Приветствую всех. Сегодня у нас играют команды Лава Яша и Шеба. Какая Лава Яша? Яша Лава. Не путайся. Я немножко решил поменять структуру команды у них. Согласовано это было с капитаном команды КТС? Нет. Не нужно никакой самодеятельности. Оооо, Дайерс Тим Бэн! В Волкер. Мы сейчас на дачу ездили. Малинку собирали. Укропчик чистили. И ещё пизданул я сок яблочный. Вообще тема. Жёстко. Уместо пива сегодня Сон. Жаль. Настроение не тот будет настроен. Смотри уже интересные пики. Таких распиков мы ещё не видели. Оракул Оракул. 5 часа двокер. Какие-то свои наработки. Хотя вроде... Как будто бы эти игроки уже играли. Некоторые из них точно. Вчера. Сегодня смотри уже сапики поинтереснее. Тэчка Оракул появился. Мы же видели её вчера правильно? Ээээ. Василий который любит Дарину я точно вчера видел. Но играл ли он? И родители. И родители кстати да. Ну вроде эта команда была вчера. А не проигравший да наверное бы. Ну ладно что у них нету единички. Я помню что единичка выиграла эту игру. По моему родители один проигрывал вчера да. Да да скорее всего. Причём две из двух. Да и скорее всего команда которая вчера проиграла две карты. Команда снизу это новички. Первый открыватель турнира. Так, ну, баны достаточно похожи. На тренировке слышалась динамика бана снайбера и ОД. Не любят этих героев, но в принципе, Undying уже стали рейтить посильнее, почаще его банить. И также Legion Commander. Начали уже банить метовых даже керри. Медуза пошла. Да, но всё-таки распики достаточно уникальные. Тетчерс, конечно, хорошо, но почему инвокер? Возможно, и позже можно было его взять. Герои, вероятно, был бы в бане. Ну, можешь просто команды знакомы друг с другом. Возможно, возможно. Знают сильные и слабые стороны оппонентов. А Oracle, просто приятный, плотный распик. Oracle, в моём понимании, один из сильнейших сапов. В этом патче очень неприятные спеллы. Когда ему второй спелл изменили, что кидая на союзников, ты всё равно можешь продолжать бить. Это... Немного нечестно. Сильный каусильный герой, да? Всё ещё неприятный первый спелл, потому что Пурджет. Много способностей. Вражеский герой. Враг по вторым же получает маг? По идее, нет. Только физ. Да-да, но бить не может всё равно. Ты уверен? Ну, прочитаем, что я ж. Я не эксперт, я, к сожалению, не сапик. Мне вон по антимагов, правда, можешь позадавать. Не, он только дизарм даёт, по сути. На нём пару игр сыграл. Но я помню, что... Обезоруживает, если враг, а врагу он манитом держит полностью. Ну ладно. Проверим. В ресталбеку всё-таки в бане. Герой всё ещё считается крепким. Хотя вроде он больше игр проиграл, чем выиграл, насколько я помню. Статистики турнира, конечно, надо бы статсмана пригласить. Где-то ещё, наверное, кто-то ведёт свою сетку, но мы о ней не знаем. Как будто бы взаимоисключающие герои. Не знаю, на что они. Может, они рассчитывали на кого-нибудь морфа. Кого ещё антимаг очень сильно режет. Из таких коров. Ну, либо каких-то малоподвижных коров, которые ничего ему не делают. Но в среднем непонятно. Этот бан обычно под что-то делается. Потому что просто так антимага никто брать не будет. Возможно, бояться её конкретно против инвокера. Против инвокера? Ну, и точнее, не против инвокера, а этот... Ну, против оракла с окром, потому что сиспелл можно задоджить. Я и 1-2 спорта его ничего не делают. Не хотят его отдавать оппонент. Но... Как будто бы у них ещё три пика, всегда можно больше времени. Не штормик. Это не штормик. Раз ещё и кунка появилась, она вообще странный пик. Потому что кунки уж точно антимаг ничего не делает. А в целом и страдает против него часто. Может быть, это кунка-тройка? Не, я думаю, это мид, потому что вроде как хороший герой против инвокера в миде. Насколько я знаю. Неприятно на инвокере стоять. Придётся раскачивать. Класс. Выстрелим тимберы. Это неплохо так-то. Тимбер-то хорошо. Пока три героя сверху вообще ничего его не делают. Ему будет достаточно даже... Ходика уже какого-то, да? Ну вот, просто буквально это робы за 800 голды. В принципе, можно будет ничего не собирать. Лотус ещё в идеалке. Ага. Это тимбер-мид у нас. Очень интересный разбег. А инвокер чё, это получается сапик, да? Ну, возможно, посидится 4, да. Какой-то эксперт, возможно, играет. Квас в Экс, какой-то урна будет. Но, к сожалению, он против Оракла, и как будто бы потенциал героя пропадёт с квас в Экс урной. Или я не прав? Я не знаю, что ему тут ещё делать. Только квас в Экс урна. Ну, может быть, это через лесной, через Фарджей, Медас? Ага. Я говорю, скорее всего, это кунка-троечка будет. Кунка-троечка. Ну, посмотрим, посмотрим. Очень интересно. Не понимаю, что за Underlord. Просто интересный пик. Такой жирный, плотный. Знаешь, на стабильность больше. Ну, возможно, стоит удуматься на каким-то Сларком команде сверху. Потому что страйки здесь на есть, набивает на чём. А дизейблов очень мало. Его, кстати, забанили сразу же с Ларка. Команда Ясала. Что-то они заподозрили, возможно, проблемы своего пика. Юля! На! Какой ещё герой? На самом деле, Блудсикер ещё не самый плохой герой против пика снизу. Потому что Тимбер не очень играет, любит Блудсикера. Ну, Underlord, он, сможет, против него постоять и не особо терпеть. Войда забанили. Возможно, боятся связки с катаклизмом. Угу. Подзабанили Войда. А чё, если Сларк бы сверху был? Мне кажется, Underlord его нормально держит. Да, но в целом, по игре ему легко играть. Вот у них очень мало дизейблов. И вот, и Блудсикер просто набирает стаки с этого Underlord. 30-40 стаков ты набираешь, тебя уже просто будет не убить. Да, Тимбер тоже неплохо режет, но всегда есть БКБ. А что если, допустим, смотри, выстрелить Кунку в мид, СФ, Кэрри и какую-нибудь троечку нормальную добрать? Нормальную троечку? Ну, СФ керри прикольно с Угармагом, конечно, да? Линия неплохая будет. Будет фронтлайн для СФа. Под Кайлы даже его убить смогут под замедление какое-то, допустим. Либо под станчик. Нет, но у них Q потенциал на линии будет тяжелый. Там левел СФу нужен все равно. Да чё, с третьим мы неспокойно могут Underlord убить. Underlord очень мягкий герой, если он сапог себе не возьмет на первые деньги. Убежать от Кайлов с замедлением он никак не сможет. А вторые Кайлы достаточно сильно дамажат. В первые слове, что они стакаются. И Блудсикер забанили, кстати. Возможно, они слушают данную трансляцию, потому что сейчас... Не знаю, не запрещено ли это правилами турнира. Да ладно. Тяжело понять, что хотят забанить команда Шреба, потому что они должны банить героя против... Но они банят всех керри. То есть, возможно, они действительно хотят хардлайнера какого-то. Но, если честно, не могу представить, какому хардлайнеру. Но Бестмастер умирает Фантом Ассасин. Возможно, они хотят Бестмастера взять. Из таких героев. Бестмастер вверх? Зачем? Ну, они забанили Фантом Ассасин. Вот именно обычно против Беста Фантомка уберутся, из-за того, что Кабанов убивает с кинжалов. Не любят стоять Бестмастера против Фантом Ассасина, потому что тяжело ей что-то сделать. Я конкретно зачем тогда еще такой пикнул? Так можно через топоры тогда просто кидаться и все? Ну, через топоры у тебя фарма будет меньше, но и все равно тебя убивать будет. Вот, допустим, у них какие были бы сапы? Вот у Скаймак. Ой, Скаймак это Течис. Фантомка стоит в гене. Нет, он кидает бомбочку. Троечка, конечно, троечка. Мы с тобой стояли. Мы с тобой Течис как Фантомка стояли. Даже вроде против Бестмастера мы стояли. Сколько мы его? Раз пять убили? Да нет. Ты нас не сравнивай. Мы-то просто сильная с синергия, понимаешь? Это не зависит от того, насколько мы играем. Это зависит просто от героя, что он хочет. Очень неприятно стоять на Бесте Фантомку. Это точно. Особенно, если там какая-нибудь Фантомка Грим вообще есть. Так, что? Я очень тяжело не предугадать. Бикнул Кири, наверное, какой-то? Спектра. Какая-то своя мета у команды Яшалава вообще. Уникальные герои появляются. Такой немножечко OG-стайл, если честно. Достаточно старых OG. А вытерпит ли тут Спектра на линии? Которому удалось 2 НТ выиграть. Ну, если будет стоять против Кунки, будет ей, конечно, тяжеловато. А так, герой достаточно плотный. Очень большой у него хапориген. Более-менее количество армора. Посмотрим, что придумает команда сверху. Какого героя они подберут. И Хардранер это будет. Мидер вообще. Или всё-таки Керри. Непонятно. Пришли запулить своего оппонента. Ну, какой герой я против Спектра? Урсабл, да, всегда хорош против Спектра. Урсабл здесь вообще, кстати, прикольный герой, если так. Вот, посмотрите. Всех он будет есть, грызть. И особо ему ничего не сделать. Кшар. Кшар, ну, тоже, значит, неплохой герой. Троечка, кунка. Но, возможно, по игре у него могут появиться проблемы. Ммм, какие статики пошли уже красивые. Реализовать достаточно тяжело будет ему свой ультимейт. Особенно в ранних стадиях игры, когда у Петлорда появится условный гримсон. Очень тяжело будет убивать команду противника. Но посмотрим, посмотрим. Что покажет нам команда. И непосредственно Василий. Потому что сет на кунку у него заряженный явно. Не первая игра на Капитане. Адмирале точно. Ну, мне кажется, тут надо сэфу вперед ногами выносить мид. И потом идти с кункой уже снова бойлить. А против кого он будет стоять мид? Может, пока даже не знаю. Против инвокера, так понимаю, уже. Против инвокера? Я не знаю. Ладно, я думаю, это будет тимбер. Очень сложно понять из-за того, что у них есть связка тимбер-андерлорд. Тимбер мид. Тяжело понять, кто из них куда идет. По логике, это, конечно, инвокер-саппорт. Это раз должен быть. Потому что, ну, тяжело будет себя на запозиции саппорта найти, что? От андерлорда, что тимберу? Сейчас андерлорд вверочка вылетает. Заинтересованные в фарме. Как минимум минут 10-15 покачаться они точно хотят. А спейсить явно они не любят. Ну, у нас получается пик у Яшалавы просто такой плотненький, знаешь? На верочку. Возможно, на все сигны. А на сигны к людям не прыгают. Я же говорю, очень похоже на как ОГ в свое время играли. Достаточно близко похоже. Какие-то сильные лайны. И очень лейтовый керри. Это еще тот состав Катасаной. Ну, то есть, когда выиграли два интернешного. Вот лейтовый керри. Это андерлорд пятерка. Андерлорд позиция 5. Через ауру. Очень интересно. Сейчас посмотрим на исполнение. Ни разу такого не видел. Посмотрим, в чем план и идея. Причем он взял 4 манго. Но при этом прокачал пассивную способность. Посмотрим. Ну, манго на хапориген, конечно. Тоже неплохо, но. Будет интересно взглянуть на идею. Потому что Спектра не самый сильный лайнер. Плюс такая пятерка тоже. Но по ощущениям явно. Не выдавливающая никого. С линии. Особенно если к ним придет Огар-Конка. Но тяжело будет прогнать Огар-Конку. Тоже не самый тонкий персонал, конечно. Так, что у нас? Центр Мангуст. Уже вкачался на страйк. Готов делать First Blood. Кстати, могли и попробовать кого-нибудь убить. Подкинжал Спектры. И под Бомочку. Печеса. Так, можно найти 2 вардика тут? Таких интересных в миду. Тим Первый Хардлайн закупился на статусе. Так как Герой Универсал. Неплохое решение. Вопрос есть, конечно, по стикам. Будет ли они достаточно часто заряжаться. Потому что способности достаточно дорогие у его оппонентов. Чтобы их спамить. Показать одноклассникам. Интересно. Ну и все, что Скайлай начинает тут. Койлы на первом. Тоже, значит, не новичок. Многие миниеры приходят Скайлами на первом. Чтобы засекьюрить рейнджевичка. Так, ну вот смотри. Underload пятерочка-то работает. Пассивку уже настакал себе. Пошел лупить Кунку. Подожди, он еще и из вражеских бьет. Я думал, он уже фармит собрался. Да, но видишь, уже начинаются проблемы. Потому что линия распушивается. И непонятно, что делать. То есть, отводить на маленький. И вам надо было стакать. На большой они, кстати, вот интересно. А, это все ворты Рейдиант. Да, да, да. Красивый, кстати, в Банкикинге. Ну, нужно уже идти ему на отвод, на самом деле. Это должно-то понимать. Потому что линия сильно распушена. Могу бы вот сейчас побежать. Отвести крипов на даблстак. И в следующую пачку вывести. Потому что... Ну, очень много XP идет на команду Рейдиант в топе. Снизу все ровно пока что. И это сломает линию очень сильно. На миду тоже пока все ровно. Но думаю, с уроном. Кибер сейчас может даже умереть, наверное. Нет, не умрет никак он тут. Хотя, еще третий скилл. Так нажми, нажми на него. Нет. Не хватает урона. Очень близко, близко. Нет, нет, не умирает. Первая бочка столько не дамажит. Была бы бочка лвла у 2. Возможно, умерет. Но чуть-чуть. Ажлипси, ЧВК, Кузелап. Кингинг. В нажатии... Выживают все снизу. Бласт-оффа. Если бы попал Бласт-оффом, думаю, убили бы. Интересно, а Буз Куварда? Ставит себе модель Кувард, чтобы его не разбили. А вообще прокликать можно? Какие-то фишки знаю тоже на Джаггернауте свои. Мистер Тек и Тэйч. Что там было? Где? С Джаггой. Он вард поставил себе в модельку героя, чтобы... А, на миду в первую бочку было произведено. Ну, тут, скорее всего, еще дальше добьюсь. Пропустили его. Ай, да я не уверен, что видосистан только через 5 секунд не побегут. Много времени это займет. Как-то он... Отцепил его под табором в виде. Видимо, видимо... Да, был cold snap и forge. Я так понимаю. Не смог койл дать. Заигрался, заигрался бывает. Никогда! Ну, самое главное, чтобы не было рейдж бэйбэков и выставления фада амалетов в пикбай. А в остальном проблем больших осна побыть не должно, потому что с уровнем он перекэшивает почти любого героя на центральной линии. Ну, все еще, линии течис и тимбер нужен уровень, хотя бы уровень четвертый, чтобы можно было действительно сильное давление оказывать на джаггернаут и оракла. Ну, джаггер себя хорошо чувствует. Ну, это до поры до времени. Потому что тимбер, конечно, таких героев выгоняет, которые ничего не могут вам противопоставить. Объективно, конечно, Юрсу бы вряд ли спасла положение. Ну, спиктуры заканчиваются рез, сейчас, наверное, ее будут уже пробивать хорошенько так. Ну, титчерогера пробивает 9 армора, плюс пассивных аппеллиген в районе 5. Достаточно плотный герой. И даже конки с таймбрингером. Да, он почему-то бьет таймбрингером по герою. Ну, это все правда. Что-то хотел сбить. Вас по Невелеву? Возможно. И попал. Огармак, интересно, раскачивается без Игнайта. Рейтинг Блэдласт. Выше. Ой, не без Игнайта, без Фарабаста. Рейтинг почему-то. Блэдласт. Возможно, хотят раскачать Блэдласт повыше, чтобы надувать, так сказать, СФ и джиггернаут и раскачивать коров максимально. Пытаться выходить в Лейтинг. Кстати говоря, Лейтинг, чью команду вы считаете покрепче Лейтинг, чьи пика, так сказать? Справа, очевидно. Справа? Вы думаете, Спектра осилит, да, все-таки? Ну, я думаю, у нас тимбер он порежет, да, нормально? Но я, на самом деле, не уверен, потому что, ну ладно, джиггернауте 20-го уровня и какой-то сильверэч на СФ условный, можно и дать жесткий отпор в Лейте. Потому что, ну, достаточно слабая пятерка, Андерлорд, по моим ощущениям, в Лейте будет из-за того, что отсутствие шмота какого-то героя. А Огар, как бы, свою миссию всегда выполнит, но дует. И проблемы с такспидом у героев не будет, как у джиггера УСФа. Можно будет выходить просто в чистый дэмэдж. Не знаю, мне кажется, в Лейте, если Спектра со смотками нормально просто влетанет, там два сапика уже откисают, а тимбер уже дальше влетает и расправляется со всеми. Ну как, Оракула так просто не взять. Огар, да, согласен. Но все еще, как Спектра не сможет, мне кажется, драться с джиггернаутом, ну, из-за того, что у нее дэмэдж не... Как это объяснить? Ну, не как у Свена, то есть Свен может за три удара убить. А вот Спектра, она вот просто коцает по 15, по 20. А джиггернаут с талантом 20 уровня. Сейчас, я думаю, почти всем героям может противопоставить что-то. Здесь она очень сильный талант. Поэтому не уверен, что так легко Лейт заберут команда Дайер. Могут у них быть проблемы. Хотя в целом, да. Мне кажется, если слева сейчас не буду сноутболить, то справа, потом, наверное, вперед ногами, мне кажется, вынестить будут. Мое мнение. А насчет сноутбола, как раз особо нечем отвечать. Ну, да, да. Но в ранней и в средней стадии игры команде Дайер, вообще у них очень маленький тимфлайт потенциал. Ну, да, скорее всего, будет стандартный инвокер через Медас Траваладайер. Таких мы видели не раз. Если он сейчас возьмет Медас Арчит, то, в принципе, тоже с Тимбером побегать не против, наверное. Я б так сделал. Но проблема этого Медаса Арчита, это Оракл. Оракл может любой, любой нападение, так сказать, на нет свести. Буквое нажатием одной кнопки. Ой-ой-ой. Пытались убить Джиггернаута, не вышло. Пока реакцию Мангуста показывает тег, поворачивается от всех кнопок оппонентов. Все фраги пропускают на полкил сверху, да? Ну, думаю, это было достаточно ожидаемо, потому что герои никаких эскейпов не имеют. Особенно, также Питон Мелис не качают. Убил Сэфа. У Менокера все хорошо сейчас бывает. Да, у него и так все прекрасно. Какая у нас уже общая ценность. Да, у него 4000 на 720, это невероятный показатель. Уже есть Медас. Просто интересно, что он будет брать. Да, ты. О, интересно. Энергий бустер поставил. Кликбай. Даже не знаю, что это может быть. Арканы. Пока что это будут Арканы. Возможно, это быстрый выход в Акторин. Так вот, для чего? Ча, я хочу нажимать Медас. Я опытный игрок из Медаса Медаса, да? Как моя страдежка была на Огре собирать Медас и Акторин. А потом уже Аркан. Подумаешь, что-то Огром пятеркой был. Нет, нет. Там был Огр, Кэрри. Мы пытались видеть, как он из зала героя раскрыть. Огр пришел. Так, это что-то за Аркасов мимо был. Что мы можем отметить? Низковатый Нетворд с Сэфа, конечно. На удивление, Медыла перикосили прям очень сильно. Возможно, очень опытный игрок Мангуст. На Питворде просто максит пассивку свою. Да-да, но это интересно. Я такого действительно ни разу не видел. Но посмотрим, как это реализуется по игре. Будет ли иметь этот эффект. Просто непонятно, зачем конкретно пятерке этот дополнительный дэмэдж. Так нет, я так понимаю, это он просто режет кунки там и агру. Да, но у кунки он же не может порезать клип от Тейдбрингера. То есть это не так эффективно. Это работало бы, например, если против него стрелял бы какой-то Марс. 30 сзакал, да, сейчас? Посмотрим. Не подходит. Он просто не подходит, спасибо, как ему. Так что, все не так плохо у нас у Джиггернаута. Фазы себе взял, кстати. Имеется он же Фазы, да. Да и почему-то до сих пор его не выгоняет Тейдбр с линией, хотя, ну, в моем понимании, он может уже просто идти на автоатаке, бить Джиггернаута, и тот ничего не сможет ему противопоставить. И вынужден будет уходить в лес. Но почему-то не давит, даже взяв пассивку в 2. Имея даже, ну, имеющий бюджет в 2, это очень чистый, 110, да, можно чистый, это очень много, на самом деле. Можно и поспамить данную кнопку. Имеет 13 стиков и уже половина аркан. Снова убить свою миду, скорее всего, и промахнулся немножко. А если что, сонстрайк, можно сонстрайком добить, хватит ли дамеджа? Нет, не хватит. Нет, не хватит немножко. Орак вот прилетел на пассив. Ну, кстати, смотри, даже Спектра хорошо линию постояла. Я думал, ее будут выгонять просто с нулевой. Но все же на Творс, 3-2, на 10-й. Ну, понимаю, сам это Спектра, тяжело на ней. Качаться. К сожалению, Герой Абсолютно. Не предоспоржен к фарбе на начальных уровнях. Так, ну вот, у инвокера 600 и арканы уже. Теперь все, должен понимать, что ему уже ничего не делают. Все, он начал это понимать. Покупает себе арканы и просто занимает эту линию сам. Но по ощущениям, все равно поздновато. Можно было начинать это делать намного раньше. Только при появлении вангварда сразу идти и бить на автоатаке, потому что оно дэмэджит. Но 1400 никак не будет у Джиггернаута плюс Оракла. Совсем невозможно столько дэмэджа найти им. А учитывая еще и стики, даже если боишься, можно попробовать взять капли. Нападение сверху. Убили спектру, скорее всего. Дэмэдж у Кунки достаточно силен на начальных уровнях. Дэмэдж у Кунки достаточно силен на начальных уровнях. Дэмэдж у Кунки оформили сверху. Хорошо. Дэмэдж у Кунки на руках. Локар выходит в Медас. Понимает силу героя. Чего случается непосредственно. Но скорее всего... Ага, Сфектра убил Кунку еще в ответ. Молнии, к сожалению, немного потеряли актуальность. Квикбай у нее раз. Сходим в матча и изменением Джиггернаута талантов. Пробовал я играть через Молнии. Не хватает дэмэджа через крутилку, как можно было делать раньше. Посмотри, Сфектра сразу в тяжелую выходит. Да-да, добавили куниверсалов, много хп стало. Джиггера просто дэмэджа не хватает через эти Молнии. С Шардом ты имеешь в виду? Ну да-да, с Шардом как раньше играли. Медас там, Молния и Шард. Блинг на ловкость. Ну, так-то Сф даже... Ну, против Медаса не так сильно настаёт по левелу. Всего лишь 9-10. Да, на надворс целые 3000 уже отстаёт. Да, он берет квикбай актеринг, кстати, инвокер. Из интересного. Ну, всё правильно в целом. Ну, всё-таки выходят они в тяжёлые лейт. Считают, что время играет... Да-да, считают, что время играет на них в любом случае. Поэтому, почему бы и нет. Пока и мид не преферит. Никто не выходит, тавры забирать не хотят. В топе тавры стоит в ловый. Также, как и в готе, получается, может пожадничать, позволить себе это. Виктор амбедмонерит немножечко. Ну, ничего страшного, правда. Сорри снова. О, извинился. Да, выход, братик. Ну, посмотрим. Снизу, черт, Жеггер, по-двоему. Уже есть без смерти. Идеально. Но Тимбер может размениваться. Ещё ульта есть у Оракла, даёт себе ульт сразу. Ещё 20 стиков, подходит уже сверху SF. Да, но у Тимбера всё ещё 20 стиков. У него ещё и лотус сверху. Койл. Ещё один на ближний надо подойти. Не попал, чё не бывает, но сейчас можно будет дальний дать попробовать. Да, дальний точно попадёт и средний достать должен. А, Оракл за секьюрил фраг. Кирик файл фраг. Ну, хорошо, большой окрак на самом деле. Ну да. Хороший выход. Санстрайк не попадает пока что инвокер. Но зато он снял Тауэр за это в миду. Ммм, Джоггерон всё-таки выбирает Молнию. Молнию берёт. Интересно. Хотят действительно пройти и давить, может быть. Тоже считают, что всё-таки нужно, нужно. Толлый этап пытаться закончить. Ну, посмотрим. Смотри, уже гоним через свит ещё будет. Это на самом деле прям позитивно. Да, кстати, прикольный спаул. Но более эффективен с Шрабдом, конечно. на конке. Потому что просто так люди обычно выбегают от Шрабдом. Смотри, сколько Рун свернул в лесу. Сейчас поживится инвокер. А, я думал, вот, кстати, ещё и Рунекс бы не забрали. Радиант и Дайр только сейчас её забрали уже. Вторую. Радиант ещё не брали, минуту она уже лежит. Но инвокер очень большой антворк сумеет. На самом деле, действительно, страж там может быть буквально. Хоть счёт-то 8-3, но он даже не ощущается. Как будто у команды слева... Ой, справа всё равно будет всё очень хорошо. Ну, просто лучше фармят карту пока. Больше выкачивает. На самом деле, эти 8-3, по большей степени, немножечко под проигранный низ. Ну, всё, смотри, Джаггер уже уходит в лес. Оракл сейчас, наверное, сместится квер. Не идёт, он пока что наверх. Не хватает к тем, чтобы пробить Спектру. Но корабль решили не давать. Почему-то, мне кажется, под корабль могли его бить. Спектра не уходит. На самом деле, сейчас можно и подставиться. Сейчас Крест дождётся, и Спектра умрёт. Ну, или умрёт один из них. Всё ещё жадничает, очень хочет купить в этот Саккрат. Осталось достаточно немного до него голды. И Радика могу увидеть в минуте на 19, например. Сейчас Спектра здесь пора не уходит. Всё, Спектра умирает. Так. Умирает Питлорд за него. Это был байк. Немного запутался в кнопках Кунка. Байка в ответ, чтобы развести Битлорда. В ответ умрёт Огар у нас. Огар умрёт, да. Снизу у нас разрушился ССФ. Умирает Тимбер в ответ. Да, в плане пока именно нажатия кнопок. Рейтинг выглядит поинтереснее в целом. Больше убивают. Но всё ещё с фармом. У них будут некоторые проблемы. Сейчас у Спектра появится Радик. И она начнёт набирать. Хотя она даже сейчас не сильно отстаёт от Джаггернаута. Тавер сверху упал. Да, упал Тавер. Ралка. Ну, не критично. Всё-таки уже 17-ая минута. Джаггер уже стоит присадоч. Я думаю... Я думаю, Спектра наоборот. Приятно, что Тавер упал. Ей будет полегче фармить. Потому что Лени будет пропушивать Кунка. И она будет спокойно под Т2 собирать... Ну, и у Кунки уже агонимка летел. Кунка сейчас, наверное, сможет... А, агоним, чтобы получить мой смайк, да? Сейчас, наверное, будет деф снизу. Если они захотят. Но у него нет ТП, а нет, есть. Так вот, пешком бежал в топ. Четверо снизу. Глиф не хотят сжать. Глиф не хотят сжать. Метит на сейв. А, глиф нельзя нажимать, потому что... Уже Тавер в медиа упал. У них не будет глифа тогда на Т2. Так, ну эсэф с инвизом смотри. Еще лотар у него снизу есть. Да, та самая 2-9 виз. Опасно. Видят двух героев. Есть досты, кстати, у Тимбера. На нем есть пассивка. Интересно, понимает ли он это? Сентрика у них нету. Эсэф уже видит четверы. Понимает ли они, что на них пассивка работает. На них это должно быть видно. Боятся, боятся драться. Но не понимаю, что эсэф под ними. Почему-то не понимаю. Можно было попробовать достыбы на шару нажать. На Тимберя. Я бы понял. И эсэф никуда не уходил. Может эскейпов у него нет. Испугались. Нет. Паялись принять. Трекольный локер плотный уже. 2000 хп у него как-то рин. Травола делает. Но он и показывает невероятно над Ворс. 9500. Сейчас возможно. Кунка кинул торренты. Сейчас парьки корабль. Какой хороший ульт. Учисая два уже героя. Сейчас еще раз ультится в инвокера. Но будет ли инвиз у него? Есть сентрия. Есть сентрия у Джекинаута. Все, не надо ультовать уже. Ну, ладно. Убили троих. Закрыл у нас еще сахарат. Ну все, у нее сейчас уже будет. Радик. И фарм пойдет. 2500 в этом файте ранится по голоде. Убили Курьер. Убили Радик ей. Да, да, да. Неприятно. То есть Радик еще на 2 минуты отдаляется. А это уже 22-ая минута будет. Неприятно. На самом деле, хорошо. Кнопки нажали в файте. После аванпоста команда Радиан. Все. Кроме разве что Кунки чуть-чуть не попал. Он под крест торрентов. Но бывает. Но аганим сильный у него все равно. Это аганим пропал. Спал свои спать, мне кажется. Да, аганим прикольный. Но все-таки хочется вот этот аганим как-то героев тягивать. У него же. Потому что выбрать здесь него все-таки возможно. Так, все эти торренты к враге видят. Сашакаве берет тимбер. Я хочу завязать Блэйд Мэйл после Радианца. Тоже интересный выбор. Джекер наут выходит в фаст молнии. Нравится мне это. Раз уж взял молнии, то можно и в жаллирсу беру. Это звучит неплохо. В целом, конечно, молнии поприкольнее. Конкретно против тимбера. И андернорда пробивать магическим. Их поприятнее, чем просто с Батлфюри с руки. В спектре, я думаю, надо было бы Яшу, наверное, выходить в монту. Ну, скорее всего, да. Здесь хороша монта. Плюс уж, если ты хочешь брать Блэйд Мэйл, то, возможно, стоит взять его раньше. Да, первое. И пытаться фармить эншентов с ним через нажатие активки. По дохаку. Скажем так. Все еще очень большой инвокер. Очень большой инвокер. Хотя Кунка уже его достигает. Да, догоняет. На удивление. У него 3000 сверху на руках лежит просто. О, сейчас может быть очень большой фраг. У Кунки нечем засевиться. Это очень хороший килл. Подставился Кунка. Очень большой, хороший килл. 800 голды заработали за него. Восар собирают. Смотри. Может, надо было просто БКБ высрать или какой-нибудь этот... Алибарду. Я думаю, вот, я думаю, шарт БКБ взять его стоит. Чтобы просто идти вперед первым. У них особо не так много фронтлейнов. СФ точно не хочет фронтрейн. Джаггернаут, ну, с таким билдом с 1200 хп, я думаю, тоже не особо желает бежать вперед. Все, Радик появляется. Кстати, это будет тот самый Джаггер через таланта на крутилку. Скорее всего. У него шарт уже в кликбайе. Да-да-да. Посмотрим, как он это реализует. Получится ли, хватит ли дэмэджа. Вбивает на Ракул, скорее всего. Ракул не будет жать еще. Потому что, да, это может работать, если они прямо, ну, к примеру, на левеле 15-ом побегут по врагов, это может сработать. Но если они будут пытаться продолжать качаться, то, я думаю, клейту дэмэджа банально может не хватать уже ни на спектру, ни на тимбер с этим билдом. Ну, вакер вообще много хп, так-то получается, d200 уже. С этим окторином. Окторин, да, очень много хп дают, 625 к здоровью дают. Сейчас, наверное, просто хекс высрит. И будет прям сильно уже очень. Не знаю, что-то против конки, эсэп, джиггернаута, я думаю, ну, хочется взять. Тем более, такого магического джиггернаута. Хотелось бы какую-то пкбшечку хотя бы, да. Но пока что он проблем не ощущает никаких. Ну, вот только что овер в последнем файте. С таких с него забрали достаточно большой. Что я подняла коров радиант поближе к нему. На самом деле, ну... Жадных будет, с хексом играть жадных. Все еще не будет никаких хп кейпов и... Снова 2 инвиза у эсэфа. Взрывает течку. Под волшебством. Умирает ульт. Есть наруны, которые тактики постоянно. Ультануло спектра. Но сделать ли она что-либо? К сожалению, нет. Спектра бегает за ораклом. Убивает ораклом. СФ под бкб с ультом. Крест будет. Еще нет, крест в хулдауне. Но скоро будет станет Агран, но через стенку не пройдут. Видит, видит она эсэфа. Огар, 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 Огар. Догоняет его радиком, сжигает. Беги, просто жги его. Умирает эсэф. Улетает Огар. Но это все еще размен был 3 в 2. И при этом не было Джаггернаута в файте. Конка, собственно. Это большой компакт для спектра, на самом деле. Но все еще в этом всем файте не было Джаггернаута. И он пытается на маном. Походу он погибнет. Заигрался, заигрался. Очень хотел этот тавер. И действительно, это достаточно важный тавер, позволяющий за братья ванкуст и полностью поиметь владение верхнего леса. Неприятно, неприятно отрезочек. Много сейчас они отдали пику справа? Да, да, да. Очень много отдали. И это может даже критически повлиять на ход игры. Критически может повлиять на ход игры, так как спектра очень сильный камбэк совершил. Шива конка решил взять. Надо было бы КБ ему. Не нужно тебе Шива, дружище, пока что. Ну, армора, на самом деле, тоже маловато у него, но все-таки, да. КБ, мне кажется, конкретно против Минвокера и Тимбера. Слишком много даст. Вообще, выключают этих героев на время. Тимбер сейчас закачает Каю. Урона будет дохуя. Посмотрим, будет ли брать Шард в этой игре или гоним сразу после Сынжа Каи. А, Джаггер передумал, кстати, смотри, Шард брать. Он купил Сэлотар. Ну, хочет собрать Сильвер, чтобы отрубать пассивки. Два Сильвера они решили играть. Ну, всегда не ошибка против Тимбера Спектры. Ой, инвокер БКБ себе взял. И теперь берет Катаклизм. Ну, Катаклизм, Катаклизм обсуждаемый, конечно, вариант, так как никаких вообще нет у них особо дизейблов. Вот этот Катаклизм. Как будто бы можно было действительно выйти в Хекс, Даггер, что-нибудь такое. А вы, как эксперт, что скажете насчет выбора о гониме в этой игре? Нахуй надо, я считаю. Я бы Хекс выстрел. До ПКБ бы еще даже. Мы-то знаем, что вот, да, вы бы и сплит пульсили сейчас просто по низу, либо по топу, можно ТТ-4 ебили бы. И не понимали бы, почему вас убивают. За 700-то игр на этом герое так и не разобрались бы. Я бы еще Блутторн бы взял, наверное, после Хекса. А он сейчас, кстати, критов не дает его в курсе. О, смотри, передумал, Хекс решил взять. Почему, брат? Ну, я так понимаю, действительно подслушивают наш трим прямо сейчас. Ну, да ладно. Потому что не дает ему. А, он же теперь из мысли дает. Все, понял. Да, да, да. Так что я не думаю, что это хороший выбор в целом от Блутторна. Мы не дотеры уже, Игорь. Ой, блядь, Дэн. Мы так, слабочки теперь. Да, мое имя Артем сейчас. Игорь за кого пишет, чел? Михаил, блядь, служить пора, а не стримы смотреть дотские. Игоря, Игоря, походу, нету от Игоря. Походу. Остался на скамейке запасных после вчерашнего перформанса на Кере. Да, Игорь вчера уже две отсосал, ему хватило. Решили команду, что сегодня он посидит просто, посидит. В следующий раз он подумает над выбором Керем. И это будет... Навряд ли, Террорблейд уже. Он уходит на кунку. Кунки нету до сих пор никакого сейва. Умирает он за 2 секунды. Смерть, смерть. Они захочели разворачивать Драку с Оракулом, они тут. Как будто бы вот с этими смертями в миде, да, и со смертью на джиггернаутах топ, и немного потеряли они тигры, команда Рейтиан. Как будто вот, мне кажется, можно было бы здесь... А, но у Исэфа не было ничего сюда прийти. Развернуть файт как-нибудь аккуратно с кункой под Оракулом. Ну и Спектра не забываем, просто в любой точке карты очутиться за секунд с помощью своего ульта. И заряжен каждого с Апиком. 13, точно творится уже почти на Спектра. Приятненько. Ну, 3 полки забрало. Почти как была Джаггера у нас. Кстати, Джаггер уже почти нафармил Сильвер. Где-то 500 голды ему осталось примерно. Хотят убить Тимбера, хватит ли им дэмэджа. Ну, никак. Команда еще бежит. Очень неподвиженно удовольствие. Режет Оракул. Оракул не даст ультингского. Сэф культирует хороший ультинг Сэпа. Взрывает течку. Убили Тимбера, убили течку, убили Оракул. Все, кто нажат, а инвокер абсолютно фуловый. И все у него не в КД. Кунка подходит сбоку. Могут идти и давить. Неплохой, неплохой расстат от Бокера. Джаггернаут. Поделились в страйк. Бесса, прогиб. Фокус по варду бы сделать. Андрор уже просто сдался. Погибнет и Джаггернаут тоже. Минус 5 в итоге. 5 героев. Великолепный файт для команды, да? В обмен на тройку. Костя писает. Видимо, какие-то проблемы с гарнитурой у Константина. Решил отойти. Ждем. Костя, это, видимо, скорее всего, спектра. Скорее всего, или нет. Потому что них очень похож на Костя. Да. Рассыться прям за компьютером у нас. Ничего страшного. Подождем. Яблочный сок, кстати, домашний. Прям кайфую. А как он был сделан домашний? Вы прям действительно выдавливали яблоки? Да? Как знаешь, в этом... Из Пашки. Вот так вот, ногами по винограду ходят. В такой бочке огромной. Вот тут примерно так же. А кто занимался выжиманием сока? Родители. Значит, у твоего отца действительно очень сильные ладони. Раз он может раздавить яблоко на руку, это с накрепкой. Не стумбались вы над производством сидра. Делают, делают. Ещё и сидр делают, господи. Причём чёткий, я бы сказал. А почему-то вы, Андрей, всё ещё на вахтах. Вы же могли бы открыть свой сидровый бизнес. Не-не, я его только употребляю. То есть, для продажи не готовы, да, использовать эти яблочки? Такое золото точно нет. А трим-встречу не готов. Потому что после первого, как-то сказать, вкушения, да, спрос будет настолько диким, что предложение не сможет за ним успеть. Но они какой-то его слишком, знаешь, такой лёгенький делают. Не то, что лёгенький, ты не чувствуешь, что ты его пьёшь. Ну да-да, я понимал. А потом через 10 минут тебе въебашит, и ты уже такой, типа, блядь. Я понимаю, вы-то привыкли к сидорам в 40-градусном, Андрей, это понятно. Шеба равно Дин Спирит, чел пишет. Я не знаю, дружище. Мало кто знает, но от него сразу лысеет, правильно? Шеба это у нас слева, получается. Вот команда. Василий Дарин, АДС, родители. Шеба это Шеба Инно, это какой-то коэн там. Но они вчера уже играли, но за какую-то другую команду. Да. По ощущению, что его может никогда, и просто поменяли некоторые из них. Это знаешь, кто может быть? Название команды. Хотя я даже не знаю, кто это может быть. Так, Т2 падает нас достаточно быстро. И уже команда Дайр начинает захватывать преимущество. Кстати, смотри, вот этот Родитель-1 вчера на ЦМке с Игорем играл. Точно. Последний. Возможно, у них не хватает игроков на 5 команд, и они как-то свапают. Игорь, Игорь, Игорь ничего не брать. Нет, мне будет просто очень интересно, что в финале, если вдруг попадутся те команды, в которых играл один и тот же игрок, он же не сможет играть за двух компьютеров сразу. Так что, ну, пока затихья, команды добивают какие-то с артефактом. Хотя, вот, уже Синер появился у Джиггернаута. А также СФ себе несет что-то. Пока просто плейдов Валакрити. Битлорд качается, кстати, в очень опасном месте, может и поплатиться жизнью за это. Как он совсем один. Иии, погибает Битлорд. И слегка заигрался, и его команда выходит в Терзателя. Быстро забирают, Тимбер получает шард. Это приятно, бесплатный шард получить на Тимбере, на самом деле. Я тут. Повезло ему. Получить бесплатный шард. Смотри, выходит снизу, инвокер с Тимбером. Думаю, Джиггернаута тяжеловато будет объективно выйти. Слишком нагло, да. Надо начинать через Хекс, с инвиза, скорее всего. Да, да, да. Иначе подцепить опытного Джиггернаута будет точно тяжело. Ну что, звучит не так плохо против стенки Джиггернаута. Да, Спектра очень жестко камбэк, но он уже имеет 16,5 тысяч нетворса. Возможно, даже догуает инвокера, улетевшего в космос по нетворсу. Может, может. Ну, сейчас с агонимом любого челика будет вырезать очень легко. Ну, мне кажется, справа чел уже не отпустят. Да, есть такое ощущение, но всё же, может быть, что-нибудь и изменится. Потому что дерутся, на самом деле, по ощущениям, команды рейтинг получше именно в тимфайтерах. Окей, СФ выходит с инвизом наверх. По нажиманию кнопок, пока не точно. Но не хватит ему инвиза. Киви, они отстают. Смотри, Джиггернаут за стайминг. Угу, инвокер это увидел и ушёл от минки, видимо, да? Увидел его. От 3 часа. На самом деле, вот интересно. Он купил себе молнии и сильвер, но нельзя-таки вжал. На 15-м талант на вард не решил собрать секунду Блэйд Фьюри, хотя обычно берут левый талант, если он скачивается через Блэйд Фьюри. Так он же Серза по итогу играет, видишь, всё равно. Но это пока никто же не мешает ему его купить прямо сейчас. Или, к примеру, забрать Терзателя. Там ещё и 3 уроны опыта. Ха, слева? А вообще не интересует Радион, урона опыта. Возможно, они забыли просто. Сейчас Джиггернаут бы, кстати, её взял, и у него был бы 20-й уровень. Да, патч достаточно свежий, возможно, они просто забыли про них. Может, на Рошана хочет Джиггер выйти? Не хочет. А можно, кстати, с ХСФчиком можно на Рошана. Да, за полминуты он упадёт. То есть, да, да, тем более поток армагом, который может раздувать, кстати, Рокер с Медасом. Он как-то не мотоввёл, и потом берёт в БКБшку. О, молодец, всё-таки послушался. Ты решил выйти в БКБ. Справедливое подношение. Выходит у нас команда. Также бегут два Винвиза сбоку. Возможно, на эту твуру... Команды сейчас встретятся, смотри. Чувствуют, чувствуют друг друга. Нашли СФа сразу же Хекс, не успевает нажимать БКБ, умирает СФ. Джаггер подходит, его Питвор цепанул. Нажимает Блэдпюри, сейчас умрёт просто Блэдпюри. Не успеет даже разультиться. Минус 4 от команды справа. Тимир просто ещё зарезал Тапика сбоку. Да-да, хочу отметить, что Тибир очень хорошо сыграл. Отзонил Оракла от Драки. Заставил его нажать ульт на себя. Он не смог помочнее СФ и не Джаггернаута. Кулка без ТП, он умирает тоже. Тимвайп. Да? И, к сожалению, возможно, это был момент, который полностью расставил все точки на «ты» в этой игре. Сразу по тремлением собирается, смотри, идти. Титовара. Начал. Тимбир Шардон. Пошел Кулу уже заканул. Шардон пока его не нажимает, почему-то экономит, возможно, я не знаю. Это три. Вставляют. Два тавара с двойной забрали, не успели забудить. А, уже не забудишь. Сейчас ещё, может быть, тимблокер с реруном слева заберёт, смотри. Возможно, возможно, есть. Захочет туда стрейфнуться. Если подсчут, но у него и так 23-й на самом деле. Ощущение, лучше забрать какому-то Тимберу, потому что у него 18-го подостало, а Тимбир хочет 20-й в целом. Неплохие таланты у него на 20-м. Особенно правый талант приятный. Не стрейфится туда, он не стрейфится. Трое снизу, но всегда мы понимаем, что Эскальтер очутится сразу же возле любого героя своего. Не знаю, как выиграть файт. Сейчас, по ощущениям, вообще не хватает дэмэджа к команде Радиант. Особенно, если нападают в Сэфа через Хекс. Совсем ничего не могут они противопоставить команде Дайр. Но Радиант бегут, хотят мстить за прошлую драку. Опять же, я бы на месте Сэфа не бежал первым, а подставлял кого-то другого, потому что мы уже видели, что Безра Валпарф раз первым получил Хекс и умер. Оракл банально не успел до него даже дойти. Ну, смотри, Рефрешер взял себе инвокер. Прикольно. Ну да, неплохой выбор, 2-2 кг, 2-2 кг, пару метеоров, пару бластов. Смотри, сейчас Захекс убьет его. Умер он у нас, Джаггернальд. Начал скулснэпа, на самом деле. Вау Джаггернальд не успеет нажать и к Блэд Юре. Не успел, не хотел реакции немножко, ну чё. Ну что, нужно идти, разводить на байбэк хотя бы, да? Я думаю. Ну так уже и долго он, кстати, возрождается. Раз уж такой легкий фраг получили, можно пробовать попробовать раздействовать на байбэк. Керри противника, если боитесь дальше идти хг, пойти просто в Рошана, отдать Рошана. Тебе оторвалось. Условная спектре. Тебе от Блокера. Да, я сахси не плохо. Снова не жмёт БКБ у нас СССР и умирает. Слишком поздно, слишком поздно. Ну видно уже нехватка, нехватка дэмэджа у команды Рейдин. Да. Роста не хватает, да. Отдают они первую игру, для начала было хорошее. Да, скорее всего, можно уже отписать. Можно уже отписать. Дрюгер может отписать. Пайт-рекаб показывает 4000 в этом пайте. Также 8000 экспей было бы заработано. Они не хотят показать, что команда сдаваться. Хотя... Даже в Т4 у нас уже идти. Как выиграть, не очень понятно. Но вероятность победы, сама дота говорит, что команда Пупсик почему-то может выиграть ещё в 7% случаев. Но если команда справа просто под Фонтанфитером встанут. Стрики все платят. Возможно, какой-то план есть. Под Аганим Гонки плюс ульт СФ. На неожиданности. И Джаггернаут с 20-м начнёт жёсткую навалку. Ну так же, уже 4 руны слева, блядь, появилось. Но нам пригодится теория просто идеального замеса. Возможно, 4 руны как раз. На 20-й уровень Джаггернаута. Все это было на Коэна, на 20-й уровень Джаггернаута и Кунки. А, он на Форжа себе взял. Интересно. Не часто берут такое? Нет. Бьёт, бьёт он. Не хватает. Не хватает урона. Но Кунка добивает, убирает Питлорд. Кстати, минус 2 уже. Но СФ умер. И скоро появится Джаггернаут. У него будет ульт через 10 секунд, буквально после появления. Можно сейчас дать стиллер. И за стиллер рубил спектру. Да, хватает дэмэджа. Сейчас ещё поддаст и убить. Но очень быстро не успевает, не догоняет банально. На спидах просто. И сейчас, возможно, поворот налево хоть кто-то совершит. Никому это не интересно. А вот и Кунка. Вот он, счастливчик. Обладатель 4-х рун. Кстати, сейчас мы посмотрим всё-таки. Какой талант на... На... Лайфстил взял Джаггернаут талант. И Кунка 4-й рун, 22-й уровень сразу получает. Да, там 2 левела, 2.5. Сейчас становится самым высоким уровнем в команде. Причём также насыпает XP и Оракул, потому что у него был 12-й до последних, поэтому сейчас у него будет целый 17-й уровень. Чё, ну вон, давай какую-нибудь геймчейндж шмотку для Джаггера. Прям геймчейндж? Ну да. Ну, к сожалению, бабочка против спектра не особо хорошо работает. Да и вообще ему здесь она не поможет. Есть инвокер хекс. Не думаю, что это будет что-то менять. Я думаю, ему нужно брать что-то типа даггера, башера и пробовать убивать инвокера первым. Потому что у инвокера, на самом деле, из сейвов только БКБ и всё. То есть конкретно от Джаггера он спастить не сможет при нормальной атаке. Состояние касается всего. Потому что на самом деле, для 20-го Джаггера здесь сейчас прям самая большая проблема это инвокер, что он его убивает за хекс. Так что стоит нападать в самого инвокера, армора у него не так много. Просто составлять инвокера. Да, да, ну типа с даггера прыгаешь, ульт под достой и всё. Рошана снизу изрешил тимбер под накоц. Смотри, как он его сжигает на самом деле. В одного. Приятный шорт, очень приятный. Просто 3000 хп снял уже соло. Ну, 80 урона в секунду, 8 секунд, 640 урона. Всё, Рошана откисается. Это первый Рошан в этой игре. Забрали шорт слева. Что это вообще такое? Создаёт вокруг союзного... Ну, типа, блок, хиток, типа, как рун для щита такая же тема, например. Огар решил себе в конце игры купить Мидас. Нет, у него давно Мидас уже. Да? Он у него поиск сразу там, буквально после Аркан. Да, у него не такой плохой нетворд, плюс, что не приедет 26000, он не отстаёт почти от андерлорда. Мидас позволяет ему держаться на плаву. Ага, Тимберу дали, кстати, Айгис. Почему-то он не хочет его использовать. Возможно, он не любит эти абузы с ультой и Мидасом. Почему-то не нажимает его банально. Может, ищет много крипов или просто забыл про него? Ну вот, в Миде сейчас очень много крипов. Такого мультикасса не существует, даже сколько там крипов сейчас. Слишком занимается варнингом. Поставил обз, кстати, на псе. Видите ли, это, наверное, команда Дайр. О, нажал Мидас двойной, жалко. Я бы уже заочарованно кричал. Почему не 4, да? Нет, на 4, 4 не может быть на втором уровне прокачки. Вот 3 хотя бы, было бы поприятнее. Митлорд летит. Смокин, смотри, он выходит на Тимбера в Смоках. У него Аекис. Нет, не выходит, не хотят. Но они знают, они знают, что он тут. Кстати, Тимбер уже выходит в Аганим. Опять Рунэксп уже своровал Тимбера, понятно. Тимбера, Тимбера, Лотус. Могут убить. Появляется скраб с отрядов. На самом деле, могут убить. А вот Сфектрур разультист, захватит ли урона? Нет. А на Ватуму утонул, на самом деле, на Тимбера. Но Тимбера урона, кстати, хватило демеджа. Вернует на крест. Тут уже вся команда. За башню через тычку. Инвокер, инвокер пошел нарезать. Пришел инвокер и сделала разницу. Ну, чувствуется уже, конечно, нехватка артефактов. Просто сильно перефармливает команда Дайр уже. Банально. Команду Радиант. Выбокнулся ИСФ. Инвокер ничего не боится. Просто идет вперед. Просто не хватает демеджа. Почти погибли гранат, но выживает. Почти погибли гранат, но выживает. Но уже при этом делаются мега крипы, появляются спикера и заканчивают эту игру. Гага, это была славная битва. Инвокер немножко в одмонерит. Хорошая игра от него. Он раздает стилька под фонтаном. Победа на последнем. Они пишут, что вы, конечно, команда Радиант. Гэй, это, возможно, гоу-нэкст. Хочет сразу подзакрыть врагов на второй. А мы не против. А, инвокер, кстати, смотри. Властелин третий. Единственный властелин. Да. За наши уже второй день. Ну, дебаланс он явно вносил. Это чувствовалось. Что в центре он прям... Ну, подвысившись АСФ. Ну, а как бы... Чего удивляться, АСФ-герой 5. Он даже неплохой битвы еще ему дал. Спекера у нас герой 3. Герой 3. Тимбер. Все-таки делает разницу, да? Мангост. 59 побед у него процентов на инвокере. Игр там явно, наверное, ни 100 и ни 200. Сколько процентов побед? 59. 60? 59. А, это в процентов просто попал. Ну, кстати, вот у Кхунки не очень высокий ранг. Рыцарь, да? Но играл он, на самом деле, неплохо. Да, бывало, что особался в таймингах, но... Все еще показывал очень хороший крипстат на линии. Достаточно быстрый агоним нафармил, который помогал в ранних файтах. Аналгин, видимо, не играет рейтинговая игра. Ну да, ну... По рангам, конечно, послабее выглядит команда Шеба. Но, возможно, что-нибудь придумают. Как найти, так сказать, управу этого Мангуста. Так, это Шеба 1-0 больше. А, нет. Шалава выиграла у нас сегодня. Яша. Ну да, да. Ну что, ожидаем вторую игру. А, ну смотри, вон чел написал, что Шеба это и есть инспирит, только теперь без Игоря. Они просто не смогли Тиму такую поставить. А с чем было вызвано сам кик Игоря? Вчурашней игрой. Не, ну Игорь вчера резал. Пытался резать. Получалось даже в моментах неплохо. Но не дорезал он. К его сожалению. Игорь не смог сегодня замену, понятно. Пока его команде нужно придумать что-то без него. А, ну вот у нас восьмиклассница Лиза вчера, да, была на тройке у нас. Сейчас он кэрри. Появился аналогин. Ну да, знакомый, знакомый Никер. А, нет, аналогин тоже вроде был. Ладно, похуй. Не, ну вот Василий был, восьмиклассница, потом 30 мид тоже был. Ну и АДС тоже был, я тоже видел. И АДС был, а что аналогин Овичев, да? Так, а аналогин это вроде родители один. А, а может он просто другой командой заменяет. Поддержать решил команду Шеба. Они же Тин, Спирит. Смотри, 15-я спектра, кстати, вот КТСН достаточно часто, видимо, нажимает поиск вообще. Имеет очень много аркан. Возможно, вот у нас как раз мид, да, или сеньор, разработчик. Дорого-богато у него всё. Буйство на морфе. Буйство на тинкере, кстати. Герой третий. Возможно, против него и банят тинкеров, да? Может, аккаунт дал погонять кому-нибудь там. Раз там два буйства, и сразу герой третий опнулся. Приятненько аркан. ТБ у него ещё. Серьёзно. Мне нравится, как Леорик сидит на кресле. А, это база? Как ты сам знаешь. Серьёзно же, как всё, как в шахматах. Если погибает королева, всем наплевать. А если погиб король, игра окончена. Лобби пока что они не создают. Да и похуй. Сегодня у нас, кстати, финалочка. В Калуге. В Керли. Что ещё раз? В Калуге. В G2 сегодня в финал вышли. Против Энс. Но G2 выиграет, правильно? Я не еблю. Как? Я думаю, я думаю, да? Моноси же вроде сверли, очень жёсткий. Там вчера Ника кошмарил. Чё за Ника, чё за девочка такая? Вероника. И спелая клубенькая. Будешь потом в Тотку? Не знаю. Да есть игры повеселее какие-то. Лучше в Павл Патти бы залетели, конечно. Надо похуй написать, может он будет тоже. Чё-то его не видно, не слышно вообще. Надо вообще собираться, Андрей, я считаю, на беседке, так сказать. Возле этого. Где там Игорь живёт? Возле этого, да? На веранде его? Да, 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 да. И там играть просто... Шахматы. В настолке, в настолке. Такие шахматы. У нас IQ не хватит, ни в одного человека на шахмат. А, ну хотя этот, отец, отцу хватит. Какому из... Ну он же будильник непосредственно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Через 10 лет, почему будет 10 лет? О нифига, керри нового поколения, 30 ранг уже. Как его зовут? Дред? Продолжение следует... Зачем ты написала было на английском, если все на русском написано? Зачем ты написала было на английском, если все на русском написано? Ну типа как название трека? Понял. Ночью бухать и петь песни с Хизару, а уже утром смотреть Тирадин Counter Strike под пивко. Только здесь вы никогда не забудете, что в Телеграме Собака Райс. Море интересного и уникального контента, а зрителям... Так они вообще созвит лобби или нет? Наверное напишут. Об этом лишний раз напомнят. Но это не точно. Только здесь в зале настолько громко, что игроки путают звук спереди и сзади. Хотя это ни хрена не только здесь. Это классика для любого сервера в Counter Strike. Зато только здесь синтольный качок поднимет столько же, сколько обычный. И выбросит дядьку девайса прямо в зрительный зал под лайк. Только наш официальный стрим собирает меньше зрителей, чем рандомный чел, стремящий доту за миллион. Это АИМ! Ая, охуеть, я пропустил... Сколько там? Что? ААААА! Да черт! Ха-ха-ха! Сейчас скину. Это, походу, было вчера или позавчера? А, да, я понял. Папа, они скинули лямчик за доту. Да-да, я видел. Охуеть! Папа чужой, всё, а не дотер. Кволька-кволька там! Надо смотреть Серёгу-пирату. Пятьсот. Ебать! Почему ты ещё не фалал? Я в доту не играю! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Блять! Ха-ха-ха! Что с тобой?! Ха-ха-ха-ха! Чё это такое вообще? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что происходит? То есть, мне миллион забрали за стрим или что? Подожди, что происходит? я говорил блядь я не слышал ой я не видел сейчас посмотрю нету ничего а ну да я говорил действительно да действительно но блять я же не умею в нее играть даже не очень на сайт на доку блять нажал install пиздец не умею даже не играть я по сути вообще ничего не понимаю в этой игре бать мере он легионку забанили конечно он три игры сыграл что ли я ничего не сделал с понятия вроде 2 я видел поэтому нас таки вот чем стоит была сверху с 1 опять моя команда все за меня делает ну отлично наконец-то плюс чат если нахуй и душно у нее поднят тихо тебя приглашают в обе сейчас сейчас как получить 2023 армлет все равно берет на фантом только это база а меня закинь а ты где как тебе добавить интересно право пригласить в обе нет такого давай этот я выйду может группу это давай заново мягкий миш пригласить только в группу есть я тебе не могу добавить а ну-ка если я ливну слабим как называете одно самописи это с чаем очеркнул что-то пишет что я не могу найти такой лобби как он пишет у меня вообще один один из пропала какой пароль 123321 можно идти неверный про дни то лобби она есть там один человек сидит закрытая лобби 35 атак спит главное пухаю повечу чего чего Продолжение следует... 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 Ну да... Продолжение следует... 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 Опа! Вот тебе и чел, который прыгает вперёд под даунбрейкер. Этот даун, но конкретно против Бистаякса мне не сильно нравится этот герой. Плюс ещё есть Раста, которая может связывать... Очень много шмоток нужно будет этой квапе, чтобы при прыжке не умереть. Ну, с левелом, у неё статы хорошие набираются. Но всё же пережить будет очень тяжело, Бистаякса в любом случае. Все эти дизейблы можно и по очереди кидать. А сбрасывать тут никакой помощи особо нет. Ну, Дарквиллу разве что. Дровку забанили. Неплохой вариант в целом. Даунбрейкер не очень хочет ставить против Тракса, я думаю. Ну, всё же, здесь хороший вариант с Урсой. Потому что при покупке Аганима здесь Урса вообще не чувствует героев. Да? Прикольный будет он герой Урса. Отличного мнения. Какие ещё варианты? Сларк не очень. Хотя против Бистая неплохой герой. Вот на тролле ещё, если играет. Игрок, можно и на тролле. Через сию сатаник. Это для Радиента говоришь? Да, да, для Радиента. Ну, за Дайер выбор попроще. Я б за Дайер брал Фантом Лансера и особо не парился. То есть, мне кажется, что Лансер очень хороший герой для Дайер. Тяжело будет ему что-то сделать пиком сверху. Слишком мало у них способностей, которые таргетят кого-то, ну и Люси и Лансера. Он соберёт этот Аганим диффуз, будет кидать копьё и уже очень тяжело будет напасть. Плюс у него всегда есть подкрепа в виде Джагира и Гвардов Расты. А также два фронтленера очень сильных, таких как Beast Axe. Достаточно, ну, просто будет играть. Ну, либо как вариант ещё какая-то, ну, то ли Нага, условно. Либо Трэр Блейд. Конечно, против Леона не хочется особо играть на Наге или Трэр Блейде. Какие ещё варианты? Забанили сами Блудсикера? Возможно, сами хотят Сларка. Что в целом не так плохо, хотя против Леона будет тяжеловато играть, но... Амарт редко вниз. Не нравится, слишком мало статов, будет умирать за прокаст Леона к ВП. Разве что, если через Аганима её собирать, чтобы тяжело было её таргетить. Надо же, чтобы она тоже быстренько возле Акса и этого, бестапа появлялась. Ну, вот у Пэйла не будет с этим проблем, у Пэйла не будет с этим проблем, потому что у него копьё издалека кидается и оно с Аганимом очень сильное. Ну, как вариант, Сларк, да, вот у него с Аганимом тоже достаточно быстрый бой появляться. Либо героя на фокус Апиков, да, ещё какого-то придумать можно. Задумались пока что они... Итак... Шадоша Маня, потому что герои особо в шмотках независимы. Ну, то есть там на 10-й минуте они уже 15-й свои шмотки имеют, с которыми они могут идти и делать ветер. Медуза... Медуза, конечно, вариант неплохой, но из того, что посмотрели, если, например, очень хорошая игра у Леона пойдёт, вот может эту Медузу и подсосолить. Лансеру выстрелили. А в целом, да, Медуза не контрится, можно всегда брать, всегда не... Как показывали команды с НГ, Медузу обыграть невозможно. Взяли Лансера. К сожалению, на Лансере тяжеловато будет. Но против Расты и Джекира... Ну, точнее, против Джекира не очень, но против Расты всегда хочется играть на Иллюзионисте и Лансере. Потому что Латяния может затагридить. Но есть проблема... При игре против Беста, Праймл Беста и Акса, конечно, очень тяжело будет на Лансере в этом плане. Но посмотрим, возможно, он будет раскачиваться через Аганимов и дистанционно откидывать спеллы. И каким-то образом будет убивать всю команду. Посмотрим, посмотрим на геймплан. Мне кажется, сейчас тут на Клопе будет вся игра держаться. Но всё ещё считаю, что Ласпи курса было бы поинтересней. Потому что ему... Герои снизу особо ничего не делают. Да, не очень приятно против Наги. Но если игра пойдёт неплохо, и Даунбрекер будет на тебя лететь, ты спокойно можешь Магу убивать, вообще особо проблем не чувствовать. Посмотрим, как появится команда Radiant во второй игре сможет добиться ничьей волевой. Где мы посмотрим, может, на третий матч 2-0. У него 20 игр на Наги всего лишь. В общем... Он просто не хочет покасать свой мейн. А на самом деле у него на мейне сет Артизи Артура Бабаева. И он полностью выкладывается на Наги, и даже доджит... Худшот за счёт Иллюзии. Среди Дарквиллов сразу просто Брайсер сберёт. Блогируясь. Кстати, это... В той игре тоже у нас была, да, Дарквиллов, которая была в команде Teen Spirit. Тоже она брала сразу Брайсер. Сапог Аганим и Моншард. Возможно, они не сменяются в своём билду никогда. Хе-хе-хе. Пока обмениваются в части сообщениями, ребята. Какой-то локалочкой. Даунбрекер был... Твои предикты. На победу в этой игре? Да. Но, честно, всё-таки за дайр бы я был в этой игре. Тяжело мне поверить, что справится здесь Phantom Lancer, потому что у других его тиммейтов очень тяжёлая игра. Малина — это мёртвая мечта. Интересно. Хе-хе-хе. Дари на топ за свои деньги. Интересно. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да, нам могут озвучить непосредственно сумму? Хе-хе-хе. На оценку, да? И сайт, куда обращаться. Чтобы мы были подкованы в вопросе. Хе-хе. 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 Хе-хе-хе. Хе-хе. Эта популярность, конечно. Сегодня просто вышли и кладь мусор уже три раза с фоткой. Где-то я ещё мусор даже не донес. ГЛХФ. ГЛХФ. Всем удачи. Так, шо у нас по закупам? Тут просто через топорик стандарт. КВП тоже. В нуль выходит. Кстати, вопрос, нужно ли сейчас кто-нибудь талисмана собирать на квапе. Возможно, стоит через какие-то фальконы идти. Ну да. И пытаться дальше выходить в аганимы, потому что нулики особо много не дают. А вот аганим на героя прикольнее. Мне ещё дальше как понравилось. Я делал себе боттл и сразу Вичблейд с первых денег. Да, я тоже видел такое. И сапога. Вот мне прям зашло такое. Да, но Вичблейд просто дорогой очень артефакт в цел. В этом плане фалькон подешевле. Понятно, что дамажа можно больше сделать. Колоссально появляется. Интересно. Чуть-чуть не повезло за добиванием, но ничего страшного. Самое главное — Экспа. Так что где у нас смогут произвести фраги? В топе могут, да, убить, по идее? В боте... В боте тоже, кстати, могут. Но нужно хотя бы его три, наверное, героя. И на самом деле, из моего опыта стояния на лансере против Факса, ну, долговато идёт линия. Сейчас уже подразмяли, на 100 хп оставили его. Отходит пока что. Удивительно. Скорее всего сам подставился, да, под какие-то клапки. Да. Ну и закуп тоже интересно. Только волевая решила себе на телесмат уже купить. Храбро. Смело. Так, надеюсь, клапай будет максить все-таки клинок. Третий она ставит на потом. Так, клинок, на самом деле, логично максить против конкретной бесна, потому что... у него меньше дамэджа с топота получается. Ну, так, Леон уже занимается профессиональным... Хе-хе. Отсосом. Непосредственно, да, поджог. Возможно, он, кстати, погибет. Леон. Да, Леон погибает. Ну, да. Нажмут нажать Fire и Fire? Не заинтересован, он в этом решил уметь. Чтобы не тратить рез, и быстрее обновиться и фуловом прийти. Тоже вариант. На самом деле, на этой линии чем дальше в путь, тем только тяжелее. Так, чтобы только, конечно, восстановить ресурсы. Ну, да. Ласточка моя попросил бы Кузю принести. Это не очень хороший бы сейчас поджог. ничего страшно виду по крипам пока что ровно состоится туда в принципе это линия где никого особо не запрещивать у одного есть блинку другого поездочка особо не получится просто думаю равный фарпу и все но на самом деле подтягивания саппортов можно этого этого петера подубить потому что контроль достаточно много на саппортах у обоих команд и заканчивается маном у нас не покидает но у раз тысяча три мангустика можно будет и подразумевать пока у феи нету маны выгнать этого в даунбрекера слегка с линии скоро кольцо кстати будет уже у акса можно будет посильнее поддавливать на врагов на тумасе на тумасе максим копье возможно будет входить паста гоним даже без диффуза так тоже делают и просто играть на свой кач но при такой раскачки конечно появляются проблемы с того что не можешь доппельгангер раскачивать то есть войске и потенциал снижается и могут тебя и подгангивать достаточно просто убивать посмотрим какой выберет все-таки плейстайл игроку возможно просто взял копье в двоечку чтобы размениваться на линии пока с него достойный топ-1 на карте 3 без даже себя нормально ощущать не так боялся об этом очень как бы слишком хорошие статы но там чтобы убить или как-то его полностью уничтожить не получится это более равный матч-ап чем вот когда мы видели против верки до стоял нас игрок получает по лицу решил понаглеть он не знаю мне кажется все что можно делать это вот нажимать трампа в пачке и идти на рун нажимать трампа в пачку и идти на рун забирайте квапа сейчас может много дэмэджа получить у нее щас будет два босса она еще наверх упадет наверно решил подавить мангуст но убить мне кажется не хватит пропустили фраг сверху ну там и на арте фраг у стол нога забрала кстати нога забрала фраг еще прокачалась на кунакил тоже приятно была заинтересована в ботве даже сверху отдала просто руну осталось на лоу ресов возможно пойдет на баунти врага заберет баунти мне кажется сейчас бис получит шестой и пока у просто ворвется в нее и затопчет на таких-то ресах все она уже ушла да не хватит дэмэжа она сейчас фуловая просто за ульт не убьет раз то что ему надо как-то просто пешком подойти начать ее бить и потом когда блин коняца догнать ее на слайде в каком случае может и убьет или он в очередной раз погибает и уже вангуард на подходе у акциях буквально две пачки крипов и будет б.г. размениваются скиллами уже совсем стоять не получится внизу эти феечки очень приятно так спит атаки 6 6 в виду обоих думаю и тот и другой видя на самом деле активная я думаю захотят реализовывать свои кнопки ну вот уже уходит попа вниз делает т.п. у нее есть два мангуса два манга да джекира точно умирает хотят убить может быть акциях бродоносор не хватит не хватило по этой ночи закрикнет и добьет хороший враг на гул или чего дед ага и это очень большой фраг для даутбрейкер 50 голды она зарабатывает смотри мангус тоже тэпнулся вниз нету манны на дубль гангер добьет его добьет это же файзы и добьет джилеона еще еще у него есть иллюзии раз а вар бьет акса вот только и рад не успеет круто здесь еще успели аглит тавр отлично иллюзии не нужны были его сразу же там стиля сразу попушит тавр от момент справедливости радик вопа очень бедно напомнит поэтому не думаю что тавр сильно продамажится прям логист успеет подбежать появились руны мудрости никто их пока что не трогает акс уже заходит за тавр лансер только пришел на линию сразу же уходит отсюда к сожалению не можете стоять и думал тоже подбор уже убал снизу будет потихоньку смещаться на восьмой минуте открыли тавр и побить крипов прям под т2 ну хорошо но я считаю что вы сейчас этот большой кэмп стакать и выводить все пачки крипов чтобы крипы дайр умирали тогда лансер не будет получить вообще денег и очень тяжело будет по камбэкать это дома слишком плотные полы таким заниматься люди не будет потому что это грязная игра настоящий мужчина если такого не позволяет играть честно без всяких отводов кстати стаки интересно делают потому что раз бы не отказался от стаков но кузя пока не тратит на это свои ресурсы занимается прессингом ли мы убить подходит к верху достаточно легкий ради могут быть здесь выбирает он цель то утрекер условию на топоре еще и агасе то сито может ну и налики тоже сквейсу погибнет догоняет а вроде как и решили отпустить его нет тут уже подходит папа смотри а можно то умереть у нас нага нага может и погибнуть и на руну привел это очень приятно на коле забрать первую так выбираю здесь сразу потратили в нее еще успел топает 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 по дабл дэмэджам он убивает двоих тут за т2 уже бегут и никакого отпора не могут дать команда radiant никого не убивает всех отпускают сделал ли даблкил все ушли забрали мудрость и всем при этом еще и внизу и т2 уже прессует аксонес да ну про обисть умер тут скорее всего здесь можно прокомментировать это только лишь одной фразой текущей легенды да это жестко непосредственно деби до резина вич блэйд решил собрать после пт оби собирает кстати метовый блэйд мэйл чаще собираются игроки блэйд мэйл бкб просто стартово интересно возможно свое время хотел стать минером решать сверху открывай товар теперь команда radiant особо это хочешь делать вообще никак даже не пробьют тут если только по кд клинки кидать но с у них вообще еще не скоро будет знак почему-то тратит свое время в пустую сейчас ему на самом деле нужно сейчас просто парами дальше качаться пытаться выйти как можно быстрее убивает расту сверху и открывается ответственно товар благодаря этому заиграла заиграла растает у нас уходит на нижнюю линию просто кстати вроде от вообще нет нейтралок абсолютно да и у дайвер не особо много одна нейтралка у района появилась обратку берет промилл бизд интересно да да я вам рассказал это сейчас многие собираются обратка по кб я не видел такого жи пики так играет считается ли он как хороший игрок вообще у рейд этого команды как не люблю его но это и правильно я же все-таки гидроссал скорее всего анальгин приплывают у нас до пошел у нас в боли тюборку кузов куришева точек ты что дружище кузя лакомкин решил его не убивать отпустить пощадил так сказать монгуст его догонит мне кажется накричала его феечка испугалась во фразе казнить нельзя помиловать мы знаем не поставил бы запятую джакира возможно сейчас ли он сильно даром а сейчас погибнуть так брекер подставила леонщика просто умирает раз так против файла не работает потому что иллюзии убивают и варты убили джакира и наверное не отпустят он брейкер еще этого челика встану маловато борта на убежать у него ман уже нет есть все уже уходит на тп молодец ну вот пл себя немножко реализовал против просто кстати вопрос давно не видели на году почему-то крипов у нее маловато возможно у нее яшу летит а то видишь на санкрепснат 60 у нее все на наги 60 как будто можно и пораньше набирать ну вот 200 до блинка акса смоки уже покупаются видимо под него а карпачки это по игорю просто не жалея 12 стиков на руках похуй мой звонок же секундочку невидимость лантер уже пошел качать тройку да урл ансера нормально сейчас игра будет не так уж сильно запресили его челки сауна с обратку он купил пока под утихли но надо ждать блинка акса идти сюда со смоками сразу скорее всего идти пробовать кого-то цеплять даже той ту же клапу для старте будет для них отношения бист уже смещается к аксу с видимо будут разбиваться смоки вы видели они священе наверно биста сюда вниз ага два смоков отверстили и не находят никого летом падает авар сверху могут часы встретить кого-то вот видят вперед выходит акс прыжок это даблкил погибает команда radiant или он туда же да плюс еще товар сверху забрали хороший выход на как на как стрелять на фарма все-таки летит на враг она товар только что сверху сносила но лансер тоже неплохо все на самом деле 2 кэри делят первое место сверху неплохо это неплохо но и очень тяжело все равно будет упротив бистая акса слишком много это да он брейкер имеет 2 600 на руках этого для нас уже нормальное явление вот точно в эти суки зон многие делают и кстати там огонь вроде на нее еще некоторые просто рашут нормальное вроде тело да прикольно это обычная саппорт вот насколько я видел это любит делать это четверки дэвы играет или на пятерочке даже папа блинкается столько интереса страха нет кстати к пинку один у нее всего не боится вообще находят феечку феечка здесь умирает здесь также еще есть команда куда-то он летит вперед а им ничего не могут сделать видимо ну очень много хп на я просто несколько дамы для возможно подпаяла конечно же большого лансера просто а он смотрел берет мне огонь и моменту себе возможно он не знает про новые тренды и все-таки собирается как обычная пл и стандартно ботом тараска ну опять же вот вопрос манта конечно это прикольно за противополистая это уже правил бишь нас в леона кстати в рейкер расходится команда рейден но пускать вы тут героев прыгает не успевает прыгнула но умерла мантер планируешь она зашел сбоку но умирает от наги скорее всего не получилось развести иллюзиями да погибает от ноги окс прыгает дальше на лу хп мои мощи хороший прыжок прыжок отправил беста но это конечно просто но уволит дайер всю карту альгин тоже погибнет минус 5 да возможно сожидая достаточно быстрая игра потому что вообще не хотят ни сантиметра отдавать карты команда дайер просто идут идут и давят даже нага не фармит а подключается в драке уже нафармил спир чит как мы понимаем да и возможно эта игра может очень быстро закончится ли команда рейдинг если не что-то не предпримут а что делать я не знаю тут нужен большой ланса просто уже и все но я думаю ему нужно точно брать аганим потому что вот так лапа не драться не смогут надо и выйдите все файты просто по лесам разойтись прятаться от них и хуй знает папа пускай набирает аганим кстати куба смотри делает да пока до него очень-очень далеко еще до этого аганима взял сначала бкб потом уже гоним даже не знаю хватит ли деможи с эти пока бы она и так не самый быстрый герой для фарма я 58 крипов сейчас пока она фармит это пока бы мне кажется она уже просто не сможет делать разницу в файтах совсем надо вардики расставить аккуратно и дофармить леса кстати нага у нас уже вот качается очень хорошо вторую игру он уже неплохо фармит но любит он таких героев по жаднее раз наград на спектре наге которые покачаться покачаться смотри у нас в миде будет какая-то драчка на самом деле не знаю дайр могут не останавливаться акс может идти идти дальше пока команда рейтинг вообще дает отбора особого пока что они притихли отборцы как можно посмотреть очень сильно просил аквапа смотри змей просто стоит на т2 он не жалеет пробить товарок на это просто хотел хотя конечно чуть-чуть оправе хотя бы слезе минаки мы поставили чтобы побольше они пробили здрасте летит нажимать смоки и команда снизу будет выходить час в пятером уже кстати изрубленный айтембилд у нас урасты арканы плюс энерджи буйстер вчера могли заметить нашли акса ой блять лансера но акса тоже вы заметили нашли акса лансера ооо как поставилась клопа и это смерть этот скрим да честно говоря команда решили делать десять минут и эта игра будет окончена как говорится брат за брата знаешь потому что сейчас им стоит забрать все т2 взять а егес на ноги условный идти бить потому что кажется что там он торчит но этого уже хватает чтобы убивать двух коров врага раз разуме разница не не тараска берет нога и иллюзии просто не умрут вообще уже никогда лансер не успеет ничего докачать а тут выхода уже мне кажется даже никакого нет куда ощущается так что нам говорит дота 89 процентов победу за команду дар действительно так это я считаю запал всю карту опять же это возможно проблема класс пика потому что в целом то эти четыре героя не так плохие но как будто бы нашли акса смогут ли они осилить ему что-то показать хотя бы леона сразу орчит умирает не запад просто от прыжка про мл-деста не дает даже выйти с база и тут и дает просто дает умирает еще один сапик и нас три ускоталась видите только лансеру и даут брейки 3 полки на сделает нога вас можно ходить настоящего лаги три подорчи да разменяли акса тот погибают от брейки лансер успеете еще имеется лото сня в запасе кстати сался хорошую лодку яблочко который дает его страны и ты в принципе когда вы проигрываете очень приятно ну что я думаю что эти гроша на как раз с эти броша на появится раска у него будет и все можно в принципе заканчивать возможно не успеет ну как уже не копится уже собираются по одной всего лишь нас и слева и справа шар сберется пока башка пока башка на везде уже тоже есть ну и тут противопоставить ничего вот так как раз мы тысячи то фарми на аксе до фарми пара тысяч на ноги и рожданный трон в принципе я думаю тянуть особо смысла нет потому что она в руки шутками на пл все-таки в очень большом лейте ну может конечно и сделать игры большой нужен очень прям сейчас может быть даже после манты выстрелить аганим чтобы хоть как-то дефаться просто вот аганим то раз когда я уже думаю он сможет не так плохо дыркнуть а там дальше капнуты эти кузов всякие было дворное искать нужно просто и выйдите все драки не нужны даже вообще к ним выходить просто по лесам зашкерят легко сказать и водитель сыгранки а когда вот тебя бегут и против акса например ты не видишь акса на карте а это сейчас мы видим что на масса сакова в пачку но обычно ты его не видишь на карте в принципе и очень страшно куда-то выходить под любой агар ты погибаешь а раста уже с лензой достаточно дальние сплы у нее за бкб гарантированно надо только день и так собираются закурял брейкер находит еще также виллу улетает на свой герой беру его подходит уже к вопа от шаманщика связывая виллу погибло чертами кстати прикольная троечку фигбай поставил смотри аганим но тараска уже на подходе да все тараска уже летит это хороший тайминг у акса появляет появилась бкб можно на самом деле идти то очень хорошие тайминги прямо сейчас мне кажется рейдет вообще ничего не смогут против поставить разбили смоги не ревелиться на курьера выходит на вражескую тройку джеки решил по зачем-то хочет ультануть видимо хотела она взрывалась атаксу успела права уже нет хотел растолкать просто она видимо хотела сбить первый скил промил бестана у него это не получилось ну что-то 2 и хг ребят мы бы хотели увидеть кульминации от игры на растолок не сразу просто интересно конечно свое него наработки до подстройки под игру у него свои абсолютно ну 25 р шансер или да и даже роша не нужен будет они просто час на хг поднимутся я бы даже шел на хг мне кажется нагу вообще не убить такое 3000 хп бабочка следующий качает не хочет наверху на ноги идти как будто бы уже это верочка сейчас стиль по ее раздачку нет просто бабочка там только против пола что-то прям носить набор поменять этого такси упал уже полаганима ничего не даст да не так плохо чем прокачал талант на гоним а почему-то на первом не нога не прокачал талант видимо хотя бы шаром на огонь и надеюсь на двадцатом он возьмет левый потому что сейчас все потные берут левый учитывая что ты огонь им собираешь хорошо она забирает сверху тебе не так нужна тальности кстати вот очень интересно фантом раш отключили вообще им не пользуется или что или он работает пробовать работает у меня почему-то он как будто бы залочен горит возможно бак реплеера ну вот рожан как мы предполагали блин кужа на бестейст с которым я думаю все таки пойдут уже ахага думаю пора сильнейший пни фарп думаю надо должна чувствовать что она ну прям очень сильная сейчас у леона сетей 250 он редкликает блинк ну может быть надо было какой-нибудь даже форсик тут я не знаю инвестиция в будущее ну или может он хочет сбивать сбивать знаешь вот станчики все блин я даже на можно кипа шардом задумался другой иллюзии типа выжигать сразу три цели то есть три иллюзии он сразу высасывал снова смоки разбивает очень любят они смоки разбивать и у них постоянно хорошо получается ну это как бы это будет такой смок достаточно считаемый потому что они только что бери рожаной не отпускают линия что же почему делать как не передать кого-то в смоке уже душит после т2 в миду него сейчас уже появится огонь и хочет добить огонь ищик очень правильное дело что или ладно почему-то полетел на базу сейчас но рановато полетел на самом деле мог дальше покачаться еще подождать пока как прям нападут уже прыгает акс акс на холсон ничего всегда есть по кб я думал не боится вообще у женщины здесь почему-то команда дайр еще одна хг хотя пара мне кажется уже у лансера 400 догоним но он подходит он не докачивает вас внутри потому что тпшку он видимо потратил хочет очутиться возле хгшки своей уже сейчас вот стоило ему все-таки еще пара же он не добить раз и ставят орды зачем-то так далеко по блин котала тут же сразу прыгает акс туда влетает primal beast не нажимает bkb но убирает вау по при этом леончик а сеточка арчит умирает который мешает правильно все делает а раз то свое дело знает просто ломает tower варда эти платят надалки то шмотки так купил себе аганим и очень сильно уже мешает достает этими копьями скорее всего даже умрет у нас тут да умер джекира но за это погибла downbreaker копьями начинает откидываться лансер у него это хорошо получается сторона еще пока что стоит сейчас уже появится ли он еще есть глиф вопад через 10 лансер пошел досажать уже смотри выпадает часа егис у нас прыгает дабл гангер хорошо акса убили с пальца появляется копа у нее еще не sonic wave добить добить а егис добить мангуста где копа а почему она пока стоит попа проснись дружище ты нам нужен ладно справляется без копы сторона стоит вот и лансер с аганимом 3000 сверху уже имеет слишком далеко задайвили они получается ким член часто артефакции таки это был чтобы она продавал там смотри блять стики в пасбандом походу так и было это какая то что как она как она на лансере в каком у нас году это было все верно стоят а когда он вроде нас на столе на лансере да продавал там нулик продал на миссы и действительно и это изменилось на игру на некоторое время но мне кажется благодаря этому дарь сейчас чуть-чуть под утихнуто они начнут сидеть на очки и честно скажу тебе не должны мекару вот это самая будет их проблема если они сядут частное очко бабочка на ноги не стоило просто давить под фонтан а сносить сторону и отходить и наверно было все-таки ногу оставлять впереди них есть всегда нападение через сон плюс у них еще а егис даже минуты есть на бабушки осталось буквально 500 голды каких-то добрый кираса смотрит все хочет может все-таки ага нимчик было бы прикольнее не знаю что это и какая-то шмотка тоже любим атаки раз то что нам это тебе реки раз увидели все они вкладываются меня с армором в основном строение это не но чё смотри вот лансер сейчас берет тараску его впускают вперед его хуярит даунбрейкер влетает в него с аганимом она просто его выхиливает на фул достойное подношение у меня нет аганима пока нет если брать о смотри цепанули так вот тут можете умереть спирала да 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 вот типа видишь так вот посмотри акции может сейчас еще и откидывать но он уже без маны откидывает к вам ошиблась зачем-то нажали сон увидели настоящего поэлла будут нападать настоящего пола чуть-чуть рано нажала горы чуть не сырались сработались нихуя не вижу но умирает это по факту отставка атака так как так как и откидывайте копия на пара пара маловато упала умирает печка сбоку акипая сейчас и ли он остался один пла на самом деле но убегает на ноге есть 4 байбэк от цеплять еще и сегодня выявил даунбрейкер с ультом есть все дни байбэкаться команда подкажет просто до г.г. нахуй 4 байбэка мангуста мангуста засолили бараки еще стоят нага улетает ну 4 байбэк это было слишком надо было хотя бы двойку но о чем он говорит 4 байбэка это значит что следующее нападение может оказаться последним для команды радиант если они погибнут лансер сходи решил взять рейдж пб пишут нас в чате лансер взять с каиде бабочка появляется у нее с каиде с каиде очень быстро уже папе надо нафармить пока бешку эту ну ладно только чтобы байбэкнулась я отдали на к сожалению свою бкб чуть-чуть сбились не тайминги в этой игре 8 700 нетворс к сожалению она уже уступает даже джекира по отворсу это очень тяжело конечно для нее напоминает это вот ту варку из вчерашней серии у нас тоже не были какие-то проблемки с набиранием отворс по есть эти героя такие проблемы если ты не сноуболишь на киллах парме тебе достаточно тяжело согласен поэтому я не бедер по плану на них с кодерать лингу себе лансер будешь так значит тараска уже еще тяжелее его будет пробить но лайнсер на самом деле набирает набирает артефакта во всех предыдущих хватах он не погибал что очень приятно для него взял талант на дэмэдж иллюзий уже есть него 20-то очень хорошо да это сильный талант даунбрекера нашли должна она тут умирать не у пока что она здесь не умирает но но креста погибнет или она подцепят тоже даже не нажимал ульпы переставлен украина минус 2 но лайнсер ты ты живой успех развернуть нет нет лазер не шли на стоять что нашли на стоять убьют 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 со связкой нету байбэка у лайнсера это ггг не успела блинкануться не хватает маны не хватает убейся убейся об обратку надо этих агг не знаю что нет кулантера байбэка на разводить по-любому нужно знаю что двух байбэков точно нет два красных героя акс уже улетел тараска и тараска прилетает час он полностью отхилится на бесте нехуй боятся тут вообще хотят нечего бояться потому что но и нормативную лексику мне используя еще хотят постоянно убивать возможно это не обязательно стоит все таки уже наконец-то на бараках сконцентрироваться перри фарм 27000 конечно это много это не стоит ходить есть и сон ноги и сультиметов не только вардо врата боятся боятся скоро скоро у нас пойдет на возрождение рошана можно будет ходить и на него в принципе у акса уже очень хороший артефакт есть уже и шива и бкб очень хороша против лансера веселый рык сейчас наверно апнутый блинг и все задуматься над каким-нибудь агонимом насколько я знаю прикольно а что же тарас на себе берет кстати они хоть всех уже тараски есть тоже как считают им балансом этот артефакт много силы дает хп может они хотят просто не отходить от хг рошана уже есть акс колит глугую у меня тайминги лютая и действительно тайминги у него лютый потому что рошан уже стоит лакомкин просто пока фотографирует не может дать не понимает почему нужно зайти в рашпит чтобы атаковать можно было да он зашел и началась атака полетела уже лет и огонь лет и пламя нога двадцатого уровня а дата туре у него хорошая то еще одна иллюзия кстати рейте дэмаж от иллюзии выше 15 к силы это интересно я тоже брал и вот не знаю точно тесно то есть по ощущениям это не так сильно короля и да может быть вы и право возможно достаточно такой грязь спокойный можно взять и для матч иллюзий если тебя хватает хп ты переживаешь любые атаки кдр был у лансера собачка нейтралка о майн-брекер нашел хороший кстати от артефакт очень сильный если сделали в четвертом разрядом и добавили мы еще и дэмэджи атак спит а прям супер крутая шмотка мне очень нравится корах миллион с барабанами лаги например еще нет я брал этот еще сверху как он там называется чтобы жить летят вниз сразу чтобы тихо гея надеюсь далее а егис аксу по какой-то причине но считаю что пока уже не умрет и как вообще смоки разбивают но надо иллюзии вызывайте на ноги распушивать эту линию даже если смог чтобы сразу чтобы она когда заходить и тут нюхать но не хотят распушивать линию интересно почему че-то кто-то вообще отбил этот команда не успевает уже за ними лансер с байбэком квопа подставить цели а мне только стоина снова какого-то все еще у четырех героев нет байбэка да у них и денег нет на эти байбэки даже если бы они были и в прошлое сф тоже был впереди и сейчас копа впереди постоянно кстати у кого-то уже есть бкб и к что-то все-таки получилось пришло файта хоть что-то криповчик нюхала где-то почему не товар 1 просто иллюзиями то в орбите все с память хуя не не сделают этим людям покажут ли он до спорта что чего бояться пока либо уже просто зайти если есть тайминге на у них еще раз товар то есть поставить просто варды роста уголочек уже их ставят секундочку все досадили т3 теперь по милишной меди по милишку по дальнику надо дальних же у нас не хилится барак правильно это не даст по баракам просто по баракам бездумно не надо лезть под танк от и 4 умирает роста у нас ворвалась дал там брейкер тут же умирает на сакс у него есть а егис пока что никого не убивает команда дайр тут нас прыгает так просто рубит топором умирает фея падают бараки нога снова за кем-то гонится нет она поняла что нужно добить бараки правильно она делает бараки мега крипы на миска жалея это конец сыгры а вдруг я сейчас на секундочку дайду на через 10 подъеду конечно может здесь уже все написано это мы сейчас напишет как тот играем между корей а вот подойду очереди сейчас надо забрать просто кончить и поехали тут конечная холи мужики гг 20 делать нехуй можно попить яблочного сока он очень вкусно яблочный скач и поздравляем что-то на команду я салала то я сказал полчаса и тут уже идут 0 4 по матчам да но ничего страшного Комбэк святой, Израиль. Падали, но поднимались, как говорится. Стоит, наверное, поработать немножко над пиками. И будет все good game. Все-таки, наверное, не надо было лансеров этого высирать. Акса на линии. Можно было бы взять кого-нибудь Сларка или, не знаю, Урсу. Было бы намного комфортнее стоять. Хули. Ну и Мангуст охуенно двигается. Нормально играет. Четкий пост вообще сам по себе. Не знаю его в реале, но познакомился бы, наверное. Квопа, ну, не повезло. Просто не повезло. Тут нечего больше говорить. Вот вам уроны. Вот вам постройки. Все видите наглядно. Крутые закупы. Нага дохуя имеет. Я бы даже сказал, дохуя и больше. Лансеры. Отставал, но немного. Чуть-чуть не повезло. Наверное, надо было сначала брать диффуз, потом аганин. Только потом уже высирать манту. Ну, блядь. Против этого арчида, манта, блядь. Ну да, хуйня. Надо было вообще на них никак не выходить, я думаю. И выйдет максимально драки. Пускай сапики скаутят все смоки. Лансер просто прячется в лесах. Да, короче, мангуст разъебал просто мидгейм. А за ним подтянулась нага. Крутая команда. Получила 2-0. Команда Шеба тоже крутая. Получила 0-2. Но не стоит отчаиваться. Все впереди. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok